Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Мы продолжаем наши выпуски «Камчатка. День за днём». В этих выпусках раз в неделю я рассказываю о том, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего. Рассказываю, используя старые газетные публикации и время от времени старые документы. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких же не читайте. И сегодня мы узнаем, что происходило на Камчатке с 21 по 27 мая включительно в различные годы века минувшего. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим чтениям. 21 мая 1937 года газета «Камчатская правда» сообщает, что Камчатское отделение Росснапфильма отправило в районы области большую партию кинокартин последних выпусков. Так, на Западное побережье, преимущественно в комбинаты, для обслуживания рабочих, занятых на путине, отправлены звуковые фильмы. Новые времена, последний табор, ударом на удар, трое с одной улицы, семь барьеров, искатели счастья. На восточные побережья отправлены доклад товарища Сталина на 8-м чрезвычайном съезде Совета, человек-невидимка, новая родина, случайная встреча Дубровской. На Командорские острова, пишет «Камчатская правда», отправлено 10 немых фильмов, в том числе «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Дочь партизана», «Дети капитана Гранта» и «ТД». Иншаллах! День следующий, 22 мая 1965 год, газета «Моряк Камчатки». Когда-то на полуострове выходила такая газета, которую издавало Камчатское морское пароходство. В газете «Моряк Камчатки» 22 мая 1965 года, инструктор отдела розничной торговли Камчатского обл. рыболов-потребсоюза «Бутников» сообщает, что первые катера с боржами ушли по реке Камчатки в поселок Ключи, Козыревск и Милькова. В рыбкопы направлено около 500 тонн продовольственных и промышленных товаров для работников сельского хозяйства. Боржи повели передовые экипажи катеров «Суворов», проводник «Орел». Я напомню, что в то время автомобильного сообщения. Дальше. Милькова. В сторону Усть-Камчатска не было. Старая дорога вела до Эсса, через ныне не существующее село Крапивное. Ну а уж от Ключей до Усть-Камчатска, все сообщение осуществлялось лишь по воде. И я должен напомнить, что все газетные вырезки вы можете увидеть в текстовой версии выпуска на моем одноименном канале в Яндекс.Дзене. Канал называется также «Камчатка с Александром Петровым». И ссылку вы найдете в описании под роликом. А мы продолжаем наши увлекательные чтения. 23 мая, 42-й год века минувшего. Газета «Камчатская правда» сообщает, испытания в школах начались. Тогда не употреблялось. Слово «экзамены», тогда экзамены назывались «испытаниями». В школах области начались испытания, пишет «Камчатская правда». Тысячи школьников, одетых по-праздничному, заполнили классы, чтобы отчитаться за годичную учебу. 21 мая в Петропавловской школе имени Горького проходили письменные испытания в 4-х, 6-х, 7-х и 10-х классах. Лучшие результаты показали старшие классы. В 10-м классе на «Отлично» написали сочинения Таня Мирошникова, Лида Малькова, Володя Левицкой, Валерий Попов. Наиболее замечательными работами признаны сочинения Лидии Мальковой на тему «Павел Корчагин в наши дни» и сочинения Тани Мирошниковой на тему «Женщина нашей страны». День следующий. 24 мая 1919 года. Петропавловская городская управа публикует на страницах газеты «Камчатский вестник» объявление. В целях правильного распределения между городским населением рыболовных участков для лова рыбы в наступающий сезон городская управа предлагает жителям Петропавловска и прилегающих к нему окрестностей сделать городской управе не позже, как к 1 июня, письменно заявки с указанием местности, где данное лицо предполагает заняться рыбной ловлей. И дальше приводится выписка из постановления городской думы от 11 ноября 1918 года. Лов рыбы в Авачинской бухте, в районах городских угодий разрешается городскому населению только лишь личным трудом, без права наемных рабочих. Преимуществом лова пользуется прежде всего местное оседлое население. 25 мая 1949 года. Газета «Камчатская правда» сообщает из Усть-Камчатска. На заседании исполкового районного совета председателя исполкома товарищ Кириченко от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил ордена и медали группе многодетных матерей. Ордена «Мать-героиня» вручены Марии Кирилловне Потаповой и Евдокии Корнеевне Стародубовой, воспитавшим по 10 детей. Медали материнства первой степени получили товарищи Похоренко и Напрюшина, второй степени товарищи Попова, Ионина, Суворова и Сновидова. «Многодетные матери», – пишет газета, – «горячо благодарят большевистскую партию, советское правительство и любимого вождя товарища Сталина за эту отеческую заботу». Я что-то не понял. Этот, так называемый Сталин, был отцом всех этих детей? «Ах, да, я забыл! Он же был отцом народов! И как отец он эти народы порождал и эти народы убивал!» Ну, насчет «порождал» – тут есть большое сомнение, а вот что убивал – это несомненно. «Здравствуй, Родина моя! Вышит знамя взвесья!» А мы продолжаем наши чтения. 26 мая 1961 года газета «Камчатский Комсомолец» пишет. «Вы видели по улице Озерновской косеря от старых строений, так портивших общий вид города, закрывавших прекрасный вид Авачинской бухты? Видели и, наверное, не раз возмущались. Город Приморской, а море невидим. И вот, по решению городского исполнительного комитета, на берегу бухты намечено разбить сквер Приморской. Еще одно украшение родному городу. А таких украшений будет немало. Скверы раскинутся около Сударем Мехзавода. Напротив Камчатры Прома, по улице Индустриальной, на улицах Петропавловска будет высажено 21 тысяча кустарников. 16 тысяч деревьев, 20 тысяч цветов. Но это не точно. И последний текст, который мы почитаем выборож на сегодня, это статья. В газете «Камчатская правда», в номере от 27 мая 1935 года, автор статьи некто берлинской, статья называется «Внимание весенней охоте». Второй квартал имеет в заготовках пушнины по Камчатской области исключительно важное значение, особенно в текущем году, пишет «Камчатская правда». Он составляет 50% всего краевого плана. От выполнения плана на Камчатке зависит выполнение плана всего дальневосточного края. В ближайшее время на Камчатку, сообщает газета, прибывают наездные карабины нового образца, прекрасного качества. В первую очередь их получат лучшие ударники-охотники. Прибывают также усовершенствованные капканы, значительное количество товаров, много дробового оружия. Союз пушнина отпускает средства для организации двух питомников племенной промысловой собаки и для организации областной оружейно-ремонтной мастерской. Поставлен вопрос о завозе на Камчатку для опытного разведения енотовидной собаки. Направляются плакаты, книги. Сегодняшние чтения закончены. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего, пишите комментарии. Напоминаю, что в описании под роликом есть номер карты, на которой вы можете сделать свои так называемые донаты, а попросту говоря пожертвования. И, сделав донат, каждый из вас примет участие в розыгрыше одного из моих фотоальбумов. А такой розыгрыш я провожу один раз в месяц. Если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.